Доброго дня! У нас сегодня потрясающий эфир. У нас на самом деле удивительный эфир, потому что мы сегодня будем говорить о новом спортивном питании, который является на данный момент на российском рынке просто уникальным за счет того, что впервые на российском рынке спортивного питания был зарегистрирован комплекс пептидов. То есть это маленькие белки, они схожи по составу с аминокислотами, но они являются маленькими по размеру. Соответственно, уровень освоения вот этих комплексов, тех витаминов, тех белков, которые мы с вами потребляем из самого спортивного питания, из функционального питания или даже в принципе с пищей, конечно, на порядок усиливается. Поэтому наша с вами задача сегодня погрузиться вот в эту тему, потому что есть мужской протеин, женский протеин, разобрать его по составу и понять, почему нам и в какой момент имеет смысл, даже нам, девочкам, имеет смысл использовать мужской протеин, как он сработает на нашу мышечную массу, как он поможет нам накачать, например, те места, которые должны быть накачаны, или, например, как использовать женский протеин в тех местах, где нам хочется, чтобы как можно эффективнее уходил целлюлит и как можно эффективнее уходила жировая ткань. Ну что, давайте будем с вами начинать. У нас сегодня с вами такая потрясающая тема, благодаря которой, я думаю, что каждый из вас, каждому из вас, как минимум, захочется собрать сумку тренировочную, положить туда, там, спортивные штаны, топы, какой-нибудь, я не знаю, ну, в моем случае это могут быть перчатки, да, спортивные, чтобы удобно было держать штангу и смело направляться в тренажерный зал, потому что у нас появляется еще в арсенале одно средство, которое великолепно будет помогать. Потому что, как ни крути, смотрите, как бы мы ни тренировались, какие бы задачи мы спортивные перед собой не ставили, большинство вопросов решается с помощью питания. Я часто говорю, что пресс делается на кухне, потому что те пищевые вещества, которые мы получаем, ну, вместе с питанием, те нутрицептики, которые мы добавляем, когда у нас стоит задача, там, набрать вес или сбросить вес, все делается на кухне. То есть, тренировкам мы отдадим процентов 30 и 70 процентов успеха в спортивных достижениях. Да, простят меня спортсмены, которые посвящают этому вообще, там, все 100 процентов, да, своей жизни, своих усилий. Это является определенным образом жизни. Пусть они меня простят за такое, возможно, более объективное мнение, просто потому что, действительно, 70 процентов это питание. Ну что, друзья, давайте будем начинать и поговорим, что же такое, в принципе, у нас, что же из себя представляет спортивное питание. Чем интересна новинка, что такого необычного у нас сейчас появилось на рынке и как его использовать в тренировочном процессе. Тема большая, поэтому отвлекаться сильно мы сейчас не будем, прям погружаемся, погружаемся. Итак, смотрите, друзья, есть вот передо мной сейчас две упаковки, да, в которых черная упаковка, мужской, мужской протеин, белая упаковка, женский протеин. Итак, мы с вами будем разбираться. Вот если мы посмотрим достаточно поверхностно, сначала давайте пойдем по макроэлементам, по макронутриентам, а потом погрузимся в тему каждого и разберем еще пептидные комплексы, чем они хороши. Итак, смотрите, по составу, что интересно, 21 процент белка на порцию протеина, это высокая дозировка достаточно. Бывают какие-то мультипротеины, которые, как правило, используются для силовиков, что-то такое очень жесткое, очень специализированное. Там, как правило, не бывает витамин, там, как правило, не бывает каких-то дополнительных нутриентов, таких, которые усиливают действие. Бывает там 25, 27, 28 процентов. За счет чего мы можем увеличивать дозировку именно белка, потому что белок является, конечно, в первую очередь строительным материалом для нашей с вами мышечной массы. И нам очень важно получать белок в тот момент, когда мы, не просто когда мы тренируемся, то есть мы будем говорить, в какой момент имеет смысл сегодня, в зависимости от тренировочного процесса, включать то или иное питание. Хорошо? Итак, мы понимаем, что, смотрите, самый основной строительный материал – это белок. Это белок, и более того, когда мы выходим на какие-то показатели, наша задача не просто наращивать мышечную массу, потому что, смотрите, нам все время кажется, что мышечная масса интересна мужчинам, но мышечная масса очень сильно интересна и женщинам. Почему? Потому что, если мы погрузимся вообще в состав волокон, тех же мышечных, и у мужчин, и у женщин, у нас с вами есть, в них, например, в них имеются митохондрии. Митохондрии – это органеллы, это те клетки, которые являются энергетическими субстанциями у нас с вами. То есть в них, по сути, происходит такой сложный, достаточно трехступенческий процесс преобразования энергии. То есть мы, например, с вами едим какую-то пищу, в этой пище содержатся белки, жиры, углеводы. И при определенной ситуации, при определенных условиях мыс внутри митохондрии, именно углеводы и именно жиры преобразуются в энергию. То есть наш организм это делает. То есть мы едим из этих субстратов, то есть через мембрану митохондриальную, внутри самой вот этой клеточки происходит преобразование энергии, и мы получаем аденозин-3-фосфат, молекулы АТФ. То есть вот эту самую энергию мы получаем. У нашего организма появляется энергия для выполнения каких-то спортивных нагрузок, для пищеварения, в конце концов, для того, чтобы мы ходили, думали, мыслили, улыбались. Потому что в этот момент в том числе очень много мышц включается в работу, и нам для этого нужно создать определенные условия, чтобы у нашего организма были определенные субстраты, да, для того, чтобы все очень правильно действовать и очень правильно функционировали, в том числе и наши митохондрии. Так вот, смысл заключается в чем? Что самое большое количество митохондрий находится в тех жизненно важных органах, которые работают как мышца, потому что мышца в нашем организме потребляет самое большое количество энергии. Не жировая ткань, а именно мышца. Нам выгоднее вот чисто физиологически избавиться как можно быстрее от жировой ткани и наоборот максимально увеличить количество мышц. Потому что в данном контексте, чем больше мышечная масса и у мужчины, и у женщины, мы физиологически на самом деле не сможем набрать вот такое страшное количество и стать женщиной-бодибилдером без определенных, без уколов гормонов на самом деле. Это правда, потому что это невозможно. Это против физиологии, когда ты уже идешь и обманываешь свою природу. То в этом случае мы становимся более упругими, тело такое более жесткое, более подтянутое. У нас не провисают никакие крылышки, да? Мы становимся подтянутыми. И большое преимущество, знаете, в чем? Чем больше, чем более развита у нас мышечная масса, тем активнее происходит автоматический процесс липолиза. Потому что чем больше мышечная масса, равно тем больше и по размеру, и по количеству, и по качеству работы будут работать наши электростанции, которые называются митохондриями. И вот в этом контексте нам об этом нужно заботиться в первую очередь. Поэтому не нужно для себя, как для девочек, отсекать даже мужской протеин. Если вы сейчас хотите очень здорово их комбинировать, и как я расскажу, именно применимо к тренировочному процессу. Вот смотрите, что вы должны понимать. Вот в нашем организме для выполнения очень большого количества реакций, и особенно для сохранения мышечной массы, для повышения выносливости, для улучшения физических показателей в принципе. То есть для нас какие показатели важны? Сила, выносливость. Нам очень важно, чтобы было качественное восстановление после тренировки. Нам для этого нужны, и наверняка вы слышали такую аббревиатуру, которая называется BCAA. Это три незаменимые аминокислоты, которые максимально важны для нашего с вами, женского, мужского, неважно, организма, для сохранения мышечной массы в тот момент, когда мы тренируемся. Какие это аминокислоты? Это валин, это лицин и это изолицин. Именно это содержание аминокислот здесь является повышенным. То есть комплекс BCAA, более того, с учетом того, что, с учетом вот этой пептидной формы, которая меньше по молекулам, соответственно, она лучше всасывается, лучше усваивается. Если вы посмотрите, есть очень много исследований на эту тему, в том числе даже в нашей футбольной команде «Зенит», которые проводились исследования по поводу определенных пептидов, они давали очень хороший результат. Но потом я попозже об этом расскажу. Хорошо, чтобы вам было интересно и понятно. Так вот, смотрите, есть определенный спектр аминокислот, которые нам с вами требуются во время тренировок для того, чтобы максимально сохранить мышечную массу. Потому что так уж складывается, что в тот момент, когда мы работаем на тренировке, под удар могут попасть и наши мышцы. Вот смотрите. Для того, чтобы нам хватало энергии во время тренировочного процесса, наш организм будет расходовать гликоген, который… Это углевод, да? Углевод несет на наш организм энергию. И, соответственно, он расходует… Наш организм будет расходовать гликоген, которого… Его на самом деле очень мало в нашем организме. Очень мало. Порядка 300-400 грамм. И что интересно, что вот в принципе, когда мы говорим вообще о гликогене, то его запасы расходуются буквально через полчаса, как только мы начали тренировку. То есть мы просто стали на беговую дорожку, пробежались, размялись 15 минут, начали интенсивную тренировку. Все. Через полчаса запасы углевода закончены. В тот момент, когда у нас… Но запасы закончились, это внутри организма, да? Если мы дополнительно не ели очень активно перед тренировкой, то в этот момент… Поэтому спортсмены, которые работают на увеличение мышечной массы, они знают, что углеводы очень нужны. Помимо всего прочего, очень важно дать брелки, чтобы ни в коем случае, если вдруг организму не хватило чуточку углеводов, а этот процесс на самом деле, как ни крути, сложно просчитать. Потому что мы настолько индивидуальны, настолько все тонко в нашем организме, и как бы мы ни приводили, каким бы граммам мы ни подходили, каких бы там микрограммам мы ни просчитывали, все равно есть риск взять под удар нашу мышечную массу. Что же происходит в данный момент? В тот момент, когда запасы гликогена, елки-палки, закончились, обычно спортсмены используют какой-нибудь гейнер, да? То есть это тот напиток, достаточно сладкий, с глюкозой, для того, чтобы можно было дать организму дополнительное количество энергии. И дело в том, что нам в крови нужно поддерживать определенный уровень глюкозы, в принципе, для того, чтобы шли нормально все метаболические процессы. При этом спортсмен всегда пьет БЦА, грамотный спортсмен. Он пьет либо перед тренировкой, либо даже пролонгирует и пьет во время тренировки. То есть если она длительная, если она интенсивная, потому что одно дело делать аэробную тренировку, бежать там на беговой дорожке или где-нибудь по местности, или на эллипсоиде ходить, да? Это одна ситуация, а когда, как правило, эти тренировки немножко короче, просто потому что есть определенная пульсовая зона и правила проведения этой тренировки, а с другой стороны мы видим анаэробную тренировку, когда она идет на развитие мышечной массы, например. И вот в этот момент используется либо гейнер и обязательно пролонгируется с помощью БЦА. То есть спортсмен знает, что в этот момент происходит еще небольшое разрушение мышечной массы. И он пьет БЦА для того, чтобы сохранить ее ни в коем случае под удар, в том случае, когда он не выдерживает немножко пульсовую зону, нише не было дополнительного закисления, и мы получали то количество аминокислот, которое нужно именно в данный момент. Очень удобно, когда спортпит идет уже с добавлением БЦА в принципе. Почему? Потому что вы должны понимать одну очень простую истину, что сколько бы мы не пили БЦА, по большому счету именно в виде вот просто чистой БЦА, то есть три вот эти аминокислоты, мы можем ими объесться просто, вот просто объесться. Но если нам не хватает остальных аминокислот, которые содержатся в протеине, ну например, если мы говорим сейчас, это сывороточный протеин, соответственно, это протеин, который содержит все незаменимые аминокислоты. То есть все 8 аминокислот мы получаем незаменимых, плюс 12 заменимых, которые наш организм способен синтезировать самостоятельно. Аминокислоты БЦА наш организм синтезировать самостоятельно не может вообще. Соответственно, нам нужен, хотя, то есть мы даем и сами БЦА, и мы даем полностью весь спектр аминокислот, потому что есть такое золотое правило, о котором все забывают. Если нам не хватает белка, в принципе, если у нас возникает дефицит, то вот эти 3 аминокислоты, лейцин, изолейцин и валин, они никогда не пойдут на сохранение мышечной массы, а наш организм израсходует их туда, куда он считает это первостепенным. Поэтому всегда важно убрать дефицит белка. Это стратегически важно. Об этом, ну, просто многие не понимают. Всегда кажется, что я вот напьюсь там этих бак, и будет все хорошо. Нет, первостепенно это макронутриенты. Первостепенно вот для спортсменов это, конечно, белок. Поэтому, друзья, протеин с БЦА это на порядок эффективнее, чем просто БЦА. Поймите. Это просто математика, это просто биохимия, это просто физиология. Идем дальше. В случае, чем отличается, чтобы вы понимали, именно по комплексу, стратегически важно, чем отличаются у нас женский и мужской протеин. То есть в обоих есть комплекс именно с точки зрения БЦА. То есть мы получаем аминокислоты. Но в женском протеине 300 миллиграмм мы имеем, 300 миллиграмм мы имеем L-карнитина. В мужском L-карнитине мы имеем 300 миллиграмм креатина. Это тоже аминокислоты. Вот в случае давайте разберемся с каким. Ну, давайте начнем, например, с... Давайте с L-карнитином. Я прямо открою сейчас себе такую подсказку. У меня, ну, у нас в курсе есть по спортпиту такая очень большая лекция. Мы разбираем L-карнитин. Я люблю эту тему про L-карнитин, потому что с ней связано очень много мифов. Некоторые считают, что это жиросжигатель, что это волшебная таблетка, которая помогает там худеть и можно наворачивать жареную картошку на ночь, а пить L-карнитин в БАДах и все в нашей жизни наладится. Но давайте мы эти мифы развеем и поймем, когда L-карнитин максимально эффективен. Ну, как бы, да, будем честны максимально и по отношению к самим себе, по отношению к своим клиентам и по отношению к своему организму. И мы разберем, конечно, ту ситуацию, то есть и в каком случае L-карнитин просто неэффективен. Итак, что из себя представляет L-карнитин? Вы должны понимать. Его часто называют витаминоподобным веществом. Но витамины в нашем организме не синтезируются. То есть по формуле, по формуле, он, по сути, похож по формуле на витамин. Поэтому его так и называют. Но L-карнитин способен синтезироваться в нашем организме, часть из которого синтезирует наша с вами кишечная микрофлора, микробиота. Поэтому она, в свою очередь, будет питаться аминокислотами из белков. То есть наши белки, молекулы белка, это очень-очень сложные молекулярные соединения. И когда мы даем нашему организму белки, то в процессе пищеварения начинается, в случае с белками, процесс пищеварения именно с желудка. Там под воздействием кислой соляной кислоты происходит их гидролиз. И под воздействием гидролиза, то есть вот эти белки набухают. То есть, да, вот этот сложный белок, это сложная конструкция, состоящая из нескольких тысяч молекул. Она начинает набухать, и от нее начинают отщепляться маленькие аминогруппы, аминокислоты. То есть каждый белок состоит из большого спектра аминокислот. И для нашего организма важны как раз вот эти вот 20, да, которые я сказала, 8 незаменимых, которые наш организм делать самостоятельно не может. И 12 заменимых. Он их может сделать самостоятельно, только при том условии, что ему хватает достаточного количества белка, в принципе, в течение дня. Если ему не хватает, то он сделает недостаточное количество аминокислот. Или, например, отщепнет от своих внутренних органов для того, чтобы, например, из нужных аминокислот потом построить себе какие-то гормоны, ферменты. Или, например, мышечную массу, если вы активно занимаетесь спортом. Поэтому компенсировать белок и подходить к этому серьезно, особенно спортсменам, нужно, конечно, ну, обязательно, обязательно. Это такая базовая ценность, поэтому будьте добры, вот воспринимайте мои слова вот в данном контексте, прям как призыв к действию. Просто если вы хотите добиться прям, ну, обалденной физической формы. Идем дальше. Вот смотрите. Эль-карнитин синтезируется нашим организмом. За что он отвечает? У него на самом деле очень много функций. Чем больше вы будете углубляться в эту тему, если вам это будет интересно и вам будет это импонировать, то вы будете понимать, что это просто уникальная такая вот аминокислота. То есть, с одной стороны, мы можем говорить, что за счет вот этой приставочки L, да, то есть, карнитин. L-карнитин – это та форма L, которая усваивается нашим организмом. Единственная форма, все, что касается белковой составляющей, это единственное, что нам способно усвоиться в нашем организме. Вот, то в случае с L-карнитином он выполняет роль определенной транспортной тележки. Помните, я вам говорила буквально в начале эфира и рассказывала про митохондрии. То есть, это такая вот электростанция, которая из углеводов, из жиров делает у нас, производит энергию. То есть, в нее поступают как в топку, да, вот такая теплостанция, да, привозится на тележке уголь. Уголь кидается в печь, производится большое количество энергии, и эта энергия идет на отопление, ну, какого-то района. В данном случае мы говорим с вами о нашем организме. Соответственно, мы топим, ну, вот мы подкидываем дрова или подкидываем уголь в виде жирных кислот, то есть, наших липидов, лишнего жира, либо в виде углеводов, да, которых мы получаем с пищей, и отапливаем наш организм. Вот вы должны понять, что в нашем организме электростанция работать нормально не может, если сломалась тележка. Нельзя отопить организм, если не подвозится уголь. Уголь закончился, и топливо просто не существует. То в данном случае, в данном контексте, вот этой тележкой как раз и является L-карнитин. Вот это вещество, которое, с одной стороны, называют витаминоподобным, но оно синтезируется в нашем организме при определенных условиях. С другой стороны, его же называют еще и аминокислотой, да, то есть, это у него такое вот и к умным, и к красивым. Будем относить его и туда, и туда. И поэтому в женском организме, оно, естественно, в женском протеине, оно выполняет самую важную роль. Она подкидывает жирные кислоты в топку митохондрий. L-карнитин не перевозит углеводы, L-карнитин перевозит у нас жирные кислоты. Ну, например, мы с вами создали идеальные условия для того, чтобы худеть. Что мы сделали? Мы сделали определенный дефицит калорий. Мы используем там функциональное, спортивное питание. Благодаря этому мы убрали сахара из своего рациона. То есть, мы не едим достаточно избыточного количества углеводов, чтобы они потом в результате у нас переходили в жир, да, снова накапливались. Мы не едим простых сахаров, потому что мы заботимся о своем организме, мы хотим к лету подойти в идеальной форме. И вот в тот момент, когда у нас возникает дефицит калорий, в тот момент, когда мы на своей беговой дорожке уже выбежали все запасы гликогена, он израсходовался, перед организмом становится очень серьезная задача. И он думает, где теперь мне брать энергию. Способ первый на тренировке. К способу первым будет относиться что? Вы даете организму энергию в виде, ну, какого-то сладкого напитка. Он получил углеводы, все, ему достаточно, он преобразовал энергию. Элькарнитин здесь не используется, но по сути, вот как таковой, не очень корректно, но он участвует там в цикле крепца в любом случае, в преобразовании энергии. Но как таковую свою основную функцию, очень мощную, он так нести не будет. Но, если вдруг вы не даете в этот момент никакой сладости, вы не даете глюкозу организму, и он становится перед выбором, что же мне делать? Я же не упаду сейчас обессиленный, организм не упадет обессиленный однозначно, вот прям здесь там на беговой дорожке. Значит, я должен израсходовать запасы, которые подадут мне новую энергию. То есть, я где-то должен взять энергию, и обязательно в данный момент он будет делать выбор. Выбор первый. Он разрушит мышцы, потому что мышцы требуют энергию. Мышцы требуют энергию, это самая энергозатратная масса. Или все-таки израсходовать жиры, подумает наш организм. Что происходит в тот момент, когда мы дали ему грамотное питание? Так, прошу прощения, поставила на авиарежим, потому что входящие звонки могут сейчас нам все сорвать, все самое интересное. У нас все закручивается, у нас биохимические процессы начинают прям закручиваться, у нас сейчас пойдет процесс липолиза. Знаете, как в 90-е годы кто там Кашпировский настраивал на это, заряжал воду, так я вас сейчас буду заряжать на процесс похудения, договорились? И на процесс набора мышечной массы, потому что без нее нельзя, потому что худой человек, это может быть худой жирный человек, да? То есть мышечная масса ноль, жира много, тело рыхлое, тело не очень красиво, вот нам надо сделать так, чтобы быть и с крутой мышечной массой, и с минимумом жира. Буквально секундочку, да, сделала глоток, все, заряжаемся дальше. И вот смотрите, у организма выбор, что делать. Итак, он думает, этот человек, которого я по сути обслуживаю, да, он взял и выпил протеин перед тренировкой. Это значит, что он хочет сохранить мышечную массу, соответственно, более того, он выпил еще БЦА, и он еще выпил карнитин. Что это значит? То есть у меня сейчас достаточно субстратов, для того, чтобы выполнено было несколько условий. Условие первое, мышечную массу сохранить. Человек бежит, тренируется и дает пищу для мышц, значит ему важно сохранить мышцы, их нельзя трогать, их нельзя трогать. То есть мне будет достаточно чего-то другого. Чего? Углеводов нет, мы уже выработали углеводы. В протеине углеводов минимум. 2-2,5 грамма это минимум. Соответственно, как бы это выработать буквально там 3 минуты на беговой дорожке, там, или поднимая там гантели, даже на изолированном упражнении, на бицепс, это вообще все быстро, моментально, несколько минут, все, этих углеводов нет. Что дальше? Хорошо, углеводов нет, мне их недостаточно, как что-то в этом есть, что-то задумал этот человек на беговой дорожке. Следующая ситуация, он дал мне л-карнитин. Соответственно, у меня достаточно транспортера, у меня сейчас тележка работает и великолепно налажена система для поставки жира в топку митохондрий. Понимаете, мы создаем очень крутую транспортную систему для того, чтобы у нас создавались идеальные условия для процесса жиросжигания. Понимаете, какая крутая штука получается? То есть, мы дали все для сохранения мышечной массы и мы даем тележку для перевоза, для перевозки жиров. И тогда он делает что? Он начинает разрушать, он берет наш адипоцит, нашу жировую клетку, которая находится в каком-нибудь самом непритязательном месте, где-нибудь желательно в области живота, потому что там самые вредные адипоциты. В них есть вот эта оболочка, в них есть внутриклеточная жидкость, в ней часто хранятся токсины какие-нибудь, в ней часто хранится витамин D, потому что жировая клетка имеет обыкновение вот так захватывать это все. Соответственно, разрушается оболочка и вот эти жирные кислоты погружаются на тележку л-карнитина и везутся у нас в митохондрии. И я вас начинаю поздравлять с тем, что вы грамотно запустили процесс липолиза, ну равно процесс жиросжигания. Самое важное, чтобы после тренировки, которая направлена именно на процесс жиросжигания, мы не дали большого количества углеводов, потому что такие порадовались, порадовались. Ура, я сожгла аж 5 грамм жира или 10 грамм жира, пойду-ка я наем их 50 граммами в каком-нибудь там ресторане. Вот, и наемся там борща там с чем-нибудь, да, или съем кусок торта, потому что мне прям хочется энергии. Вот тут самое важное такое, очень важно не допускать вот такую ошибку. Поэтому после тренировки, когда направлено на жиросжигание, нам нельзя где-то минут 40 еще кушать углеводы, потому что в этот момент мы просто процесс жиросжигания быстренько завершаем. Вот, когда мы продержались, если минут там 30-60 после тренировки, здорово в этот момент, чтобы вы, ну вот если вы выпили протеин перед тренировкой, например, да, то допустимо разбить даже на, ну на 2 части. Взять там или половину выпить перед тренировкой, а половину после тренировки, буквально в 15 минут, снова дать своему организму белков, чтобы он точно знал, что елки-палки, мышцы я точно сжечь не буду. Значит, надо все-таки продолжать заниматься жиром и пить достаточное количество воды, потому что в данном контексте всегда при жиросжигании нам вода очень хорошо помогает. Вода в данном контексте, она будет еще оказывать еще одну подспорь и очень хорошую помощь. Она, по сути, поможет вывести вот эти вот продукты метаболизма из нашего организма и помочь печени избавиться от токсинов, потому что когда разрушается жировая клетка, из нее всегда выходят токсины. И вот тут печени нужна помощь. А еще напомню, чтобы вы просто, ну наверняка вы это знаете, вы это помните, если слушаете мои эфиры, то вы точно знаете, что когда у нас разрушается клетка и идет качественное преобразование энергии, то в этот момент мы получаем обязательно, то процессом метаболизма жирных кислот, да, в результате, то есть при разрушении жирных кислот выделяется, что СО2, это углекислый газ, то есть мы выдыхаем вот этот лишний жир и, соответственно, вырабатывается еще вода, H2O, то есть в процессе жиросжигания у нас организм сам самостоятельно синтезирует воду, то есть в процессе окисления жиров. Вообще реакция с жирами, она происходит, ну как окисление, и, соответственно, вот таким образом разрушается жировая клетка и она выводится. Что еще делает в нашем с вами случае L-карнитин? Так, какие у него еще функционалы, да? Есть у него очень такой большой функционал, он улучшает, он воздействует на умственную и на физическую нагрузку, соответственно, он ей также, ну я здесь быстрее пробегусь, он позволяет нашему организму быть более устойчивым к стрессовым нагрузкам, это очень важно, потому что, то есть он таким достаточно косвенным образом, он также помогает сохранить и немного наращивать нашу сухую мышечную массу. Почему? Потому что, когда мы подвержены стрессовым нагрузкам, мы находимся под властью дополнительного влияния кортизола. Кортизол это тот стероидный гормон, который, с одной стороны, обкрадывать будут наши половые гормоны в сырье, таком стероловом, при создании этого кортизола. Если мы все время находимся в состоянии стресса, то наш организм, естественно, будет бороться за каждую молекулу кортизола, чтобы, соответственно, обеспечить себя гормоном, который должен вырабатываться при стрессе, и будет происходить стероидное такое обкрадывание. И надо сказать, что в данном контексте сохранение стероидных гормонов, коими являются половые гормоны, оно для нас с вами очень важно, потому что, как только мы начинаем меньше синтезировать половых гормонов, у нас начинает замедляться обмен веществ. Соответственно, жировой ткани становится больше, а мышечная масса становится меньше. Но такой уж закон, к сожалению, физиологический. Поэтому нам очень важно давать еще сырье, которое позволит нам снять вот эту лишнюю нагрузку с кортизолом. Соответственно, что происходит? Мы получаем здесь, L-карнитин выполняет еще вот такую вот функцию. Он минимизирует в нашем с вами случае эффект от кортизола. И это большое-большое его преимущество. Конечно, L-карнитин несет функцию детоксикации, потому что он является вот этой вот с одной стороны тележкой, да, которая перевозит жирные кислоты. Более того, он участвует в процессах и циклокрепса, а также который обеспечивает нам метаболические реакции и правильное образование нужного количества молекул АТФ, чтобы у нас хорошо шел, вот, который должен, соответственно, у нас быть хороший метаболизм. И второй момент, он обеспечивает сам по себе L-карнитин участие в процессах детоксикации, которые обеспечены нашей с вами печенью. То есть L-карнитин способен помочь нашей печени выводить токсины и их обезвреживать, потому что когда токсин попадает в наш организм, он должен окислиться и должен войти в ту форму, в которой его безопасно вывести. То есть из жирорастворимого токсина наш организм, наша печень делает его водорастворимым и будет его выводить. То есть это происходит в состоянии нескольких фаз детоксикации, которые происходят в печени, и там L-карнитин является одной из необходимых аминокислот. Есть, кстати, еще один нюанс, о котором я просто не могу не сказать, просто потому что, ну вот, с темой детокса я уже занимаюсь достаточно давно, и, да, там сейчас курс у нас там идет именно по детоксикации, такой очень серьезный, очень глубокий, и получается ситуация следующая. Смотрите, все, что связано с детоксом, всегда идет при участии нескольких витамин. Это витамин B3, B5, L-карнитин, как витаминоподобное вещество, витамин С, и во всем этом еще участвует, еще секунду, участвует еще фолиевая кислота. Все это есть в комплексах протеина. То есть для того, чтобы помочь печени еще с детоксикацией вот этих жирных кислот и сохранить мышечную массу, представляете, как умно сделал производитель, он добавил уже вот эти витамины. Более того, сами по себе витамины B3, B5, их синтезируют тоже вместе с их карнитином. Наш организм способен это делать. Но у них есть ее нюанс. Когда у нас проблемы возникают иногда с печенью, когда у нас возникают проблемы с процессом детоксикации, в принципе, то этих витаминов становится недостаточно. Он просто не способен много их синтезировать, да, или не синтезирует вообще. И когда мы их берем извне, эти процессы снова начинают налаживаться, и вот эти токсины, которые мы получаем из жировой клетки, они лучше выводятся. Это круто. Есть еще один витамин B6, который тоже есть в составе, и он меня тоже очень сильно порадовал. Дело в том, что вообще все реакции белков, вообще запомните, все реакции, которые идут в нашем организме с белками, то есть это синтез, это все анаболические процессы, когда мы там работаем над увеличением и сохранением мышечной массы. То есть анаболические процессы, это когда из маленьких составляющих белковых наш организм делает какие-то большие там молекулы, да, строит белки. То есть, и соответственно, вот эти все анаболические процессы, над которыми мы очень старательно работаем, когда занимаемся спортом, нам важно выстроить хорошую мышечную массу, они все идут при участии витамина B6. Если витамина B6 нам не хватает, то все, мы можем в принципе понимать, что мы можем пить даже достаточное количество белка, но и есть его там, да, и нам его не хватает, это значит, что мы просто, а нам не хватает витамина B6, то, соответственно, у нас мышечная масса не будет так образовываться, не будет так расти, как нам того бы хотелось. Более того, и соответственно, если мы даже хотим, то есть даже если мы хотим сохранить вообще в принципе вот эту сухую нашу мышечную массу, смотрите, есть такое понятие, да, вот в нашем организме общая масса тела, да, а есть сухая, такое понятие, как сухая масса. Все очень просто. Есть жировая масса, и для того, чтобы понять, какой вес у нас сухой массы, да, мы вычитаем из общего масса, из общей массы тела количество жировой ткани, ну, то есть вот количество массы. И вот мы получаем вот такую сухую массу, которая нам очень сильно важна для того, чтобы, соответственно, себя обеспечивать необходимым количеством, ну, вот этих вот мышечных волокон и митохондриями в принципе. И вот смотрите, где еще много митохондрии, их много в печень, потому что печень – это тот орган, который занимается еще процессом детоксикации, преобразования энергии. На самом деле в печени их даже больше, нежели, чем в мышцах. Вот, их очень много в женских половых клетках, потому что с митохондриями передается потомству митохондриальная ДНК, и как вот будет идти процесс метаболизма, это все переходит вместе с женскими половыми клетками. И митохондрии очень много в сердце, потому что сердце – это тот, это та огромная мышца, которая просто каждый там огромное количество раз в течение одной минуты обеспечивает наш организм кислородом и, как бы, запускает вот кровь по всему организму, снабжает наш организм питательными веществами и снабжает кровью. Вот здесь есть один еще очень важный момент, касающийся именно, сейчас глянусь про л-карнитин. Знаете, сейчас закончу мысль касаемо л-карнитина. Есть еще один очень важный нюанс, связанный с ним. Он снижает холестерин. То есть, когда у нас высокий холестерин, за счет, вот, как раз-таки за счет метаболизма в печени, потому что наш холестерин синтезируется именно в печени, и в зависимости от ее качества работы, зависит, какой холестерин будет синтезироваться, плохой, хороший, и в какой пропорции, для того, чтобы наш организм великолепной работал, у нас были очень здоровые сосуды, то л-карнитин оказывает очень хорошее влияние на то, чтобы у нас синтезировался хороший холестерин, и, соответственно, выводились излишки плохого холестерина. Это тоже большое преимущество с точки зрения л-карнитина. Он, в свою очередь, также защищает сердце и сосуды, но я сейчас еще расскажу как раз-таки о вот этом антицеллюлитном пептидном комплексе IPH-AVN, да, который вот находится в женском как раз протеине. У него есть большая особенность. Она связана с л-карнитином в принципе, и она достаточно самостоятельная, ну, как бы сама по себе. У нее есть большая-большая особенность, связанная с воздействием на микро... на циркуляцию, на работу сосудов. Вот смотрите, наша жировая ткань... Чем плоха наша жировая ткань, и чем плох наш целлюлит? Я сейчас объясню. В связи с тем, что эта ткань, которая не расходует большое количество энергии, как ни крути, она требует для своего жизнеобеспечения каждая новая жировая клетка требует создания новой сосудистой системы. Соответственно, чем полнее, чем толще мы становимся, теперь представьте, какое огромное количество сосудов требует от нашего организма вот эта жировая ткань. Соответственно, к сосудам становится много, сетка растет. Примерно, чтобы вы понимали масштаб трагедии, я вам хочу сказать, что речь идет, если посчитать все вот эти мельчайшие сосудики-капилляры, то речь идет просто о лишних километрах сосудистой сетки. Километры... речь не о метрах, а километрах. Потому что жировую ткань тоже надо питать. Создается вот такая сосудистая сетка. При этом жировая ткань, она по сути не несет в нашем организме такой большой ценности. Тут как бы можно поспорить. Я бы так сказала, нам жировая ткань, она нужна. Но она нужна нам в определенном процентном соотношении. Если ее становится много, она становится токсична, создается дополнительная сосудистая сетка, она становится источником хронического воспаления. Мы находимся в состоянии постоянного окислительного стресса, и она является для нас таким внутренним токсикантом. То есть мы, по сути, получаем из-за нее дополнительное количество эндогенных токсинов, то есть созданных внутри своего организма. И вот представьте себе, у нас возникает огромная сосудистая сетка. Огромная. Это значит, что нагрузка на сердце увеличивается просто в разы. Вот представьте, сердцу нужно передавать с каждым ударом. Сердце качает кровь. Нужно, чтобы в каждый микрососудик, в каждой конечности у нас поступало достаточное количество кислорода и питательных веществ, которые кровь переносит. У нас образуется огромная сосудистая сетка. Это значит, что сердцу, как нужно, мы говорим, да, оно может увеличиваться в объемах, потому что ему приходится это делать, ему нужно подстраиваться под запросы очень габаритного организма. Сердце начинает работать на износ, ему тяжелее. Сосудистая сетка больше. Ему приходится как можно больше вот этой крови качать для того, чтобы обеспечить кислородом. Часть сосудов просто может недополучать, если мы, например, недополучать кислород, если мы, например, находимся еще в состоянии, ну, той же, например, гипоксии, просто когда у нас не хватает железа в организме, и мы, ну, что-то недополучаем, и, соответственно, нам, ну, нам плохо, да. То есть кислород даже не доходит до конечности, мы чувствуем, например, зябкость. Вот в данном контексте и сам л-карнитин, и комплекс, который является, и вот этот пептидный комплекс, он очень благотворно на молекулярном биохимическом уровне влияет на сердечно-сосудистую систему. Что он делает? Он сам по себе, он начинает оптимизировать обмен веществ именно внутри клетки мышечной ткани. И существуют исследования, которые показывают, что прочность и эластичность волокон, вот этих вот мышечных, начинает улучшаться. Соответственно, мы, по сути, с одной стороны защищаем свою вот такую вот сосудистую сетку, которая и так становится, ну, по сути, под ударом. Мы профилактируем в том числе образование атеросклеротических бляшек за счет этого. И за счет того, что мы влияем на таком вот тонком уровне, еще и на обменные процессы, помогаем вот этому лишнему хориолестерину, либо протеинам низкой плотности, выводиться с помощью печени. В данном контексте начинает улучшаться микроциркуляция в мышечной ткани. То есть она, с одной стороны, да, она стала эластичной. Мышечная ткань, волокон вот этих вот сосудов, она становится очень прочной. И они становятся такими вот очень гибкими. То есть вот точно так же происходит, даже на уровне кишечника у нас происходит улучшение. Потому что кишечник – это тоже большая мышца, которая сокращается и расслабляется. Сосуды, по сути, делают то же самое. Мы профилактируем очень много заболеваний на уровне сердечно-сосудистой системы. Что еще важно? Очень важно влияние на целлюлит. Потому что клетки, вот эти жировые клетки с точки зрения целлюлита – это клетки, которые не до конца снабжаются нашим кислородом. У нас возникают определенные застойные явления. Поэтому, когда мы работаем над целлюлитом, то, с одной стороны, все мероприятия должны быть направлены на процесс жиросжигания. То есть это даже не поверхностное воздействие. Почему мы говорим, что массаж хорошо работает с целлюлитом? Например, какой-то разогрев ткани, массаж, какие-то там скрабы, еще что-то. Потому что это вторая направленность, когда мы улучшаем микроциркуляцию крови. И вот этот пептидный комплекс, который находится в женском протеине, он как раз направлен на улучшение микроциркуляции. То есть мы работаем на очень тонких материях. Соответственно, в перспективе грамотного подхода, друзья, если мы будем просто его пить и не будем улучшать, не будем менять что-то в питании, мы не будем, мы будем такие, ура, найдена волшебная таблетка. Да, это можно сказать, что у нас появляется в руках определенная волшебная таблетка. Но мы просто обязаны подходить ко всей этой ситуации комплексно. Мы не можем взять и сказать, что вот она теперь решит все мои проблемы. Ребята, Эль-Карнитин не работает, если вы вообще не занимаетесь спортом. Ну то есть у вас будет как-то вот эта тележечка работать, да, она будет перевозить окисленные жирные кислоты и процесс окисления будет потом проходить нормально в митохондриях. Но митохондрии мало, митохондрии недостаточно. Нужно создать условия, чтобы было достаточно митохондрии? Нам в принципе нужны, помимо вот этого протеина, нам еще нужны белки, как ни крутите. Нам нужны животные белки, потому что просто им одним невозможно, ну, добрать. Ну да, 21 грамм белка мы в сутки выпили в виде коктейля. А остальное, остальные там, остальные достаточно еще 50 грамм белка. Нам нужно брать их из мяса, из рыбы, из яиц, с которыми мы получаем еще, например, там, или цитин, да. Нам необходимо получать, ну, достаточное количество белка в принципе. То есть тогда это будет работать эффективно. Тогда мы будем говорить, елки-палки, да, это волшебная таблетка. Но на самом-то деле мы понимаем, что, ну, не такая уж она и волшебная таблетка, да, в каком-то контексте, потому что мы тоже приложили к этому усилия. Какое еще свойство есть у ко-пептидного комплекса? Почему вот он именно как антицеллюлитный работает? Потому что мы с вами будем иметь, у нас будет налаживаться водно-солевой обмен самой мышечной ткани, вот в этой сосудистой сетке. Мы будем налаживать, помимо всего прочего, как раз эту микроциркуляцию, мы воздействуем на сосуды. Снабжение кровью улучшается, соответственно, клетка целлюлита, вот целлюлита, она из такой вот вяло, из клетки, которая постоянно находится в состоянии вяло текущего воспаления, она становится либо нормальной, здоровой, преобразуется вот в такую вот, да, в более здоровую клетку, либо она просто, у нее наступает процесс апоптоза, то есть такой великолепный процесс, благодаря которому клетка грамотно гибнет и удаляется. То есть она сначала поделится, да, здоровая останется, и потом она либо будет уменьшаться в размерах, либо она метаболизируется и превратится у нас в энергию. То есть мы удалим эту целлюлитную клетку, и вместе с углекислым газом и водой мы выдышим эту жировую ткань, либо она умрет, и печень поможет нам ее вывести вместе, также с их карнитином. То есть понимаете, мы здесь работаем на очень тонком клеточном уровне, поэтому, ну это важно понимать вам, людям, которые будут потом работать на клиентурном рынке. То, что, естественно, происходит такое питание на клеточном уровне самой мышечной ткани, мы это уже проговорили, что увеличивается эластичность и упругость мышечной массы, мы тоже проговорили, мы не проговорили, что в данном контексте вот именно пептидный комплекс, он будет оказывать еще одно очень важное действие и очень важное свойство. Он будет являться определенным антиоксидантом, который позволит нам с вами как раз-таки выводить вот эту излишнюю жировую ткань. У нас остается не так много времени, поэтому давайте вот именно с женского протеина я немножко переключусь на мужской. И скажу, что я бы не относилась к нему как к мужскому. Почему? Потому что, вот смотрите, в его составе 300 миллиграмм креатина. Креатин – это одна из важнейших, на самом деле, спортивных добавок, которая, как правило, пьется дополнительно перед тренировкой. Она очень часто бывает в предтренах, то есть такие комплексы, в которых большое количество углеводов плюс креатин. Дело в том, что это та мощная добавка, которая позволяет наращивать процессы анаболические. То есть мы работаем над увеличением мышечной массы. У нее есть большая особенность. Она не просто помогает нам увеличивать мышечную массу, она увеличивает нам сухую мышечную массу. Я не могу сказать, не могу сказать, что женщинам это не важно. Нам всем нужна упругая попа, нам всем нужен хороший пресс, нам нужны мышцы кора, да, которые держат брюшную стенку, чтобы у нас не было вот этого живота, который, кстати говоря, со временем, ну с возрастом, он у нас увеличивается просто потому, что у нас меняется осанка, да, мы становимся чуть более сутулыми, к сожалению, это такие, ну есть небольшие признаки старости, да, вот старение организма, не старости, наверное, это больше старение организма. Это естественный процесс. И креатин в данном контексте, он позволяет нам наращивать и увеличивать мышечную массу. Здесь же есть свой пептидный комплекс, да, который тоже на базе ВЦА, пептидный комплекс IPH-ага, да, вот у него есть своя особенность, которая позволяет работать на выносливость и на силу. И вот с ним проходили исследования в Санкт-Петербурге, работали с футболистами футбольного клуба «Зенит», и по результатам достаточно долгосрочного приема на несколько месяцев, когда использовался вот этот пептидный комплекс, были получены очень плохие результаты с точки зрения выносливости. Есть еще одно большое преимущество для спортсменов. Дело в том, что вот эти пептиды, вот эти, как это, малогабаритные, да, молекулы белка, малогабаритные, они имеют такое обыкновение. За счет того, что это является, по сути, естественным продуктом нашего организма, то есть это не является допингом, вот, но при этом показатели качественно могут улучшаться. Поэтому вот креатин, он используется, он вообще вырабатывается в печени и почках в нашем организме, и его скорость следующая, примерно 2 грамма в сутки из аргинина, глицина и метианина. Это из других аминокислот, поэтому вы должны понимать, что даже, то есть в принципе его, так же как и элькарнитин, синтезирует наш с вами организм. Но, когда у нас происходит зона повышенных физических нагрузок, и когда мы с вами активно работаем над анаболическими процессами, нам важно сделать так, чтобы у нас наращивалась и ни в коем случае не терялась мышечная ткань, то в этом случае мы, конечно, принимаем добавки извне. И спортсмены эти добавки очень любят. Ну, то есть те, которым, те спортсмены, которым, конечно, очень важно увеличивать мышечную массу, без креатина, ну, просто не работают. Его еще часто используют, ну, вот, как я сказала, да, в предтренировочных... Все, я появилась, у меня такой скачок. Друзья, меня слышно, видно, все окей? Ничего не сорвалось? Напишите, пожалуйста. Напишите там плюсик или там напишите слово окей, чтобы я знала, что все хорошо. Мне кажется, просто у меня такой скач... Все, супер. Был скачок такой, типа прямой эфир остановлен. А мне хочется сохранить. Мне кажется, мы сегодня очень много тем разбирали и, соответственно, соответственно, мы с вами, вам это будет полезно. Все, отлично, хорошо, идем дальше. То есть он образуется из трех заменимых кислот, да? То есть это все кислоты заменимые. В дальнейшем он превращается в креатинфосфат. Где-то вот 95% креатина, который вырабатывается нашим организмом самостоятельно, в принципе, он переносится кровью на хранение в мышцы и потом в ней уже преобразуется... Уже в мышцах он преобразуется в креатинфосфат, да? То есть это то соединение, которое служит, по сути, нашим таким определенным источником энергии и определенным сырьем для того, чтобы у нас очень активно росла мышечная ткань. То есть это прям очень тесная взаимосвязь между анаболическими процессами и креатином. Его используют также вплоть до того, что вот здесь в составе вы не увидите большого количества углеводов, их тоже достаточно мало, там где-то 2-2,5 грамма, но если вы работаете вот в том случае, если вам прям нужен такой активный рост мышечной массы, то вы можете даже использовать вместе с гейнером. То есть во время тренировки вы пьете, ну, например, с каким-нибудь виноградным соком, да? Разбавляете на виноградном соке, не на воде. И в этом случае вы повышаете уровень глюкозы в крови, и при этом поступает достаточное количество и креатина в том числе, да? Вместе с BCAA, вместе с протеиновым комплексом. Или можно это использовать, ну, тоже с каким-нибудь соком. Есть прям исследования, которые показывали очень хорошие результаты. И сама по себе тренировка в случае с выносливостью, производительностью и работой на силах, она была более качественной. И, соответственно, потом он может помогать нам уже в процессе восстановления, когда тренировка уже окончена. Соответственно, наша задача, если у нас стоит большая, ну, как бы, если вот у мужчины, да, вот, там, или у женщины, которая работает интенсивно на мышечную массу, стоит задача ее прям круто набрать, то тогда прям делаем вместе с ним притрен, вместе с углеводами, можно с более сложными, чтобы хватить. Это все пошло не просто в гликогеновое, ну, не просто в депо, да, гликогеновое, и не просто пошло на преобразование жировой ткани, то в данном контексте это можно взять, например, перемолоть какие-то крупы, там, овсянку, можно хлопья вот так перемалываете. Я понимаю, что это, как бы, такая штука, но это чисто спортивный такой лайфхак. Перемалывается блендером, разбивается, получается большое количество, там, углеводов дополнительно. Это может быть молоко, это может быть сок, это такой очень мощный притрен с большим количеством углеводов, вы просто поймите. То есть это такое, вы, по сути, делаете дома еще, как бы, один спортфит преобразуете в другой спортфит, если вам нужно добавить углеводы. И вы что делаете? То есть вы это перебиваете в блендере, да, активно, и делаете вот такой вот протеиновый коктейль. Вы можете добавить еще туда банан, соответственно, как источник углеводов, добавить молоко, и это будет такой медокалорийный крутой притрен. То есть притрен, это тот нутрицептик, который пьется перед тренировкой. И вы обеспечиваете себя таким, таким, такой мощной взрывной энергией. Это часто делают бодибилдеры для того, чтобы просто есть определенные тренировки, которые они делают на грани своих возможностей физических, когда, например, на силу нужно дать, ну, такие сильные рывки, и для этого нужно действительно дать максимальное количество энергии. Вот так работает очень круто мужской протеин, если вам нужен предтренировочный комплекс. Во время тренировки вы тоже можете его использовать, потому что вы получаете BCAA, вы получаете протеин, и, допустим, какое-то количество также для поддержания уровня глюкозы в крови. Это может быть, ну, например, небольшое содержание виноградного сока, ну, буквально там 200 миллилитров. И, соответственно, после тренировки для сохранения мышечной массы нужно выпить как минимум 200 миллилитров еще какого-то там углеводного напитка. Это тот же виноградный сок. Почему виноградный? Потому что в нем, помимо глюкозы и фруктозы, будут содержаться еще дополнительные углеводы, и они позволят дать такой более широкий спектр для того, чтобы мы с вами себя, ну, как бы, восстанавливались по углеводному обмену лучше. Ну, вот, наверное, это то, что я хотела вам сегодня рассказать. На самом деле тема очень обширная. Вы, в принципе, теперь сегодня услышали, как делать себе коктейли. Мы с вами очень круто разобрали, чем хороши пептидные комплексы. И я вас поздравляю от всего сердца с тем, что у вас в руках первый в России спортпит с запатентованной формулой пептидных комплексов. Первый в России не просто аминокислоты, а именно пептиды.